Не, ну можем и по ступенькам, чё. Да забраться это не проблема. Ну да, в принципе. Так вот, пока вы дрались с желатиновым кубом, ну, во-первых, вы пока находитесь не там, а здесь. Здесь у вас это не там у вас. Здесь это не там уже. Ну да. Вот, вы слышите, вы, пока вы дрались с желатиновым кубом, вы ощутили лёгкое подрагивание Земли, которое исходит, ну, как бы у вас под ногами происходит. Так. Логично, что Земля под ногами дрыгается. Нет, здесь она может и над головой дрыгаться, знаешь ли. Ты знаешь, если она подрыгается над нами, мы это сто процентов ощутим не вибрацией, а камнем по кумполу. Ну, как-то так. Да, вот. Но вы находитесь в большой пещере, она... Ну, давайте мы её пока обозначим. Я не знал, что там можно рисовать. Туман войны. Вот. Ого. Она как бы сферить... Ну, не чашеобразная, но более-менее коническая, смещающаяся к центру. Вот. Что в центре вы плохо видите, если вам интересно, можно посмотреть. То есть там в центр уклон идёт, там выеба и напростите. Да, да. Ну, считай, это как кратер. Грубо говоря. Так вот. Можно карьер. Ну, это иду просто уровни так обозначим. Между ними где-то, ну, 5 футов. Может быть, меньше. Так вот. В нескольких местах темнеют проходы. Ну, то есть вот здесь, сюда, куда-то сюда ещё есть. И вот сюда. Когда вы присматриваетесь и всматриваетесь в центр, вам кажется, что вы видите то ли какую-то большую руку, торчащую из земли, то ли что-то ещё такое похожее. Запах, движение воздуха, разрушение. Здесь, как бы, достаточно вылизана. Земля под ногами чёрная и местами похожа на стекло. В воздухе лёгкий-лёгкий, такой отчасти сладковатый, отчасти похожий на яйца запах. Угу. Проломба, отъясна. Пошли отсюда, потому что у нас там ещё есть пяти. Призываем память мою, как обитателю университета. Я вообще помню, что здесь было. Да, здесь, кажется, был главный скверик. Ну, выше, но да. Такое патио. То есть мы с Ханэль когда-то здесь пили? Ну, нет, здесь шугала университетская стра... Ну, университетские киперы. Уборщики вас отсюда выгоняли. Ну, выгоняли, значит, всё-таки мы ещё там могли пить. Вот я о том, что они могут сколько угодно выгонять студенты и всякие прочие. Они всегда возвращаются, если им там хорошо и хочется пить. Вот, да. Так вот, да. Нет, запах недостаточный для того, чтобы ассоциировать это с нижними планами. Пока вы осматриваетесь, вы чувствуете под ногами ещё какую-то дрожь. Ну, то есть пол ещё сильнее дрожит. Ну, очевидно, что я озвучиваю, что когда-то здесь били фонтанчики и цвели яблоньки. А статуя тут не стояла? Вы вспоминаете, что стояла по центру статуя основателя университета? То есть, возможно, это его рука. Была тут статуя. Ну, какая ещё рука? Озираясь вокруг. Ну, ты, к сожалению, не видишь здесь темно, а вот там вот в выбоине ручка торчит. Предположу, что статуйная, хотя могу ошибаться. Вот пока вы как бы исследуете, внезапно в несколько, ну, буквально вот в трёх метрах от вас образуется небольшой провал в земле. Земля туда просто обваливается, но, кажется, ничего не вылезает. Маппл, ты говорил о том, что вокруг стекло. Ну, вот, 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 ну, частично, то есть это подожжённая земля, частично застекловавшаяся. Что ж, давай я загляну в дырку, попрошу Голиафа меня подержать, чтобы я туда не сваливаю. Вы заглядываете в дырку и видите какой-то, ну, не очень большой туннельчик, который простирается в обе стороны. Вы удивлены. Обозначить дырку. В смысле туннельчик, прости. То есть если это провал в земле, то как я тебе там... Ну, вот он, грубо говоря, сюда и сюда уходит. А это просто обвалившиеся секции. А он, прости, какой-то рукотворный или это ход в земле, в земляной? Трудно сказать. Нет, вероятно, его копали не руками, это ход. Ну, то есть, возможно, кем-то вырытый. То есть он укреплённый, это не просто полость в земле. Нет, 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 нет. Это про... Это, ну, это больше похоже на полость в земле, но тебе кажется, что вот её именно прокапывали. Там внизу коридорчик. Я не могу сказать, насколько он надёжный, но я вижу, судя по тому, что я вижу, это похоже, что не просто художественно земля обвалилась, а кто-то там в кротика играл. Судя по толчкам, кто-то большой. Мапу, размеры коридора... А ты туда спокойно пролезешь, Голиаф будет цепляться... Ну, если Голиаф встанет на четвереньке, он сможет там ползти. Ну, то есть, если мы туда спустимся, Голиаф там сможет пройти только на четвереньках. Соответственно, мы готовы туда лезть и сковывать одну из наших ударных сил? Зачем? У нас есть ещё выход, мы можем поискать другое место. Всегда же интереснее залезть куда-нибудь. У меня очевидно. Ну, я могу взять тебя верёвкой и... Ты меня вытащишь вовремя. Пока вы обсуждаете это в две кричащих возможности поворачивает голову и видит, как вдоль туннеля к ней идёт какая-то здоровенная неведомая ёбаная хуйня. Откуда? Вот с этой стороны. Из-под земли? В туннеле она идёт. Ну, туннель, который под землей. Я поворачиваюсь и шёпотом подзываю всех к себе и говорю, что там идёт какая-то ёбаная неведомая хуйня. Мы, конечно, можем туда нас ссать. Мы можем туда спустить меня на верёвке, чтобы я посмотрела, что за ёбаная неведомая хуйня. Но мне всё это не нравится. Вопрос. А это кто? А где? Не трогайте. Это моя коса. Это коса. А, что она делает подо мной? Что ты делаешь? Прячется. Понятно. Коса качить устала. Было, испугался чуть-чуть. Так. А хрень эта большая? Или не особо? Да, здоровенная. Здоровенная настолько, что может пройти по этому коридору, по которому я не смогу пройти, да? Она умеет становиться более компактной, чем ты, скажем так. Вероятно, она вырыла этот туннель. А туннель вообще глубоко? А пока вы рассуждаете, её голова уже приближается к выходу из туннеля. Я на всякий случай отхожу. Здоровенная хрень с большими-большими жвалами идёт в туннель. Все отходят от туннеля. Да, я прячусь. Ну, нахуй. Я могу отложенное действие озвучить? Да, какое? Ну, как только эта хрень покажется, точнее, высунет голову, оно получит кулака. Я спряталась. У меня 17, ничего не знаю. Ты прячешься. Остальные не хотят ничего сделать. Я отошло, я остаюсь. В этот момент, когда тварь доходит до выхода из туннеля, она действительно подходит, но не спешит высовывать морду, словно прислушиваясь к вибрациям, которые окружают её. Прислушиваясь или принюживаясь? Ну, предчувствуя. Ну, прислушиваясь к ощущению вибрации. Я замерла. Я понимаю, мы сидим неподвижно. Конечно, мы же спрятались. В какой-то момент, когда всё, кажется, остановилось, существо делает движение и начинает укапываться в другую сторону, продолжает своё движение. рядом со мной есть какой-нибудь камень? Ну, ты можешь выломать кусочек вот этой вот обвал, из обвала. Выламываю кусочек из обвала. Хорошо. Куда уползло существо? Вот в эту сторону. Вот сюда? Ну да. Я кидаю камень вот сюда. Ты хорошо размахиваешься, силой кидаешь, да? Ну, тут как бы не сильно далеко, я просто, ну, куда-нибудь там, скажем, вот сюда. Вот, ты кидаешь этот камень так, чтобы он с ударом приземлился. Ну да, с навесом так. В момент, когда камень ударяется, вы ощущаете ну, лёгкую вибрацию земли, словно существо в туннелях развернулось. Но эта вибрация... Я подвожу всем, чтобы не двигались. Вот. Вам кажется, что... Но в туннеле не возникает движения, вы ощущаете лёгкую вибрацию в области камня, но она затихает. Я ещё ещё не двигаюсь. Ребята, а у нас еда какая-нибудь осталась? Такая вот, чтобы её кинуть. Скорее всего, нет. Ну, с едой у вас уже напряжно, кстати. Вам бы поохотиться. Поохотиться. Ты нам дичь любезно подвалила, да? Ну, видимо, да. Он считает, что мы будем жрать тараканов. Нет, я вам просто говорю, что вам бы найти еду. Может быть, вы вернётесь назад и, не знаю, съедите грибы. Гнома? Или злобоглаза, да? Или, да, или с гнома, или злобоглаза, тоже еда. Я предлагала его убить. Вот. В этот момент сзади, ну, как бы вот в этой области, куда упал камень, вы ощущаете ещё одну дрожь земли. Вы замерли в патовой, ну, грубо говоря, вот в этой вот ситуации, и предполагается, что вам что-то надо будет предпринять в какой-нибудь момент времени. Туннель идёт напрямую или по кругу вот, поясывая? Этого ты не знаешь. А я знаю, я туда всё-таки заглядывала. Ну, он изгибался, но... Где он изгибался? Грубо говоря, с одной стороны вот здесь он был за пределами твоего видения, вот здесь он шёл вот так и вот так. Ну, то есть, я имею все основания предположить, что туннель опоясывает выебаина. Возможно, ты не можешь это утверждать. Я могу отломать ещё кусочек? Конечно, да. отламываю и показываю Табакси, что когда я кину его куда-нибудь вот сюда, и мы почувствуем, если почувствуем оттуда дрожь, чтобы мы уходили вот сюда. Это уже стена. Ну, вот сюда. Принято. И кидаю вот куда-нибудь на ту сторону. Давай на бросок сейчас. Сейчас. это уже очень большая дистанция для броска камня. Ты размахиваешься камнем, но в какой-то момент он неудачно выскальзывает у тебя из руки и падает куда-то вот сюда. Всего лишь я, короче, даю знак Табакси, чтобы шуровал оттуда и сам убежал. Вот. Убегая, вы издаете все-таки достаточное количество шума, поэтому, когда через буквально несколько секунд... Маппл, стоп. Да. Табакси умный, Табакси лезет на стену. Повыше. Висит. Хорошо. Ты закарабкиваешься. Вот здесь вот из земли появляются два огромных жвала, которые пытаются схватить, судя по всему, то, что считают добычей, которая там шумела. И кто это был? Это были огромные жвала. Вы такое не видели никогда. Кто шумел? Кому он динулся? Я бросил камень неудачно вот куда-то в эту область. Рядом с Табакси они пошумели и дали дёру. Возможно, существо сбито с толку и попыталось схватить то место, где был удар. Маппл? Да. А моей прекрасной алхимической переносной лаборатории хватит на то, чтобы порог изготовить? Нет, у тебя нет целлюлозы. А почему? Потому что целлюлоза и крепкая водка это редкие реагенты. или ты хочешь дымный порох? Нет, я не хочу дымный порох. Я хочу нормальный порох. Взорвать всё это к хуям. Не, ну, нормальный порох в походной алхимической лаборатории не произвести. подозреваю. Подозреваю, что даже если бы и было возможно, то тебе просто не хватит реагентов по количеству, чтобы бахнуть тут всё. А мне не нужно всё. Мне нужно, чтобы эти жвала скушали эту штучку с пороха. мне совсем не нужно всё. Мне хватит власти над миром и печеньки. Так вот, какие у вас дальнейшие планы действия, как вы видите? Это что ж? Ну, я сижу на стене, мне всё это не нравится. Я пытаюсь уйти в стелс. Я жду. Неудачно. Я оступаюсь и грохаюсь на жопу. Ты будешь пытаться куда-то отползти после падения на жопу? Можешь нарисовать, где монстр? Последний раз он был вот здесь. Я использую пока косу, как монстра. Заметь, мы становимся более осторожными. Я пытаюсь отползти на пузе, чтобы не особо... По-пластунски ты отползаешь и в какой-то момент вы ощущаете дрожь где-то за спиной ближе к позиции Ханаэль, но она замирает, когда вы... Когда она отползает. Перемещаюсь по стене и сижу над Ханаэлью. Вдруг её кто-то сожрать решит. Я ему хотя бы на голову носу. Спасибо. Пока есть будет. Что есть? Пока есть будет. Я фигурально уважаюсь. Естественно, я не буду встать на Ханаэль. Соус, соус, я понял. Ой, не боишься. Так вот, продолжаем. Продолжаем. Что вы дальше планируете делать? Мне вообще здесь не нравится вот в этой пещере изначально. Я вообще не понимаю, зачем мы туда побежали. Я бы хотела вернуться, например, в морг. Можем попробовать. А что мы видели вот здесь на пол? Проход. И вот здесь. А туда в морг? Здесь проход и непонятно куда. Да, но скорее всего там находится что-то относящееся к ботанике и зоологии. Если ботаника и зоология, там может быть еда. Ну, в морге тоже. Нет, знаешь, я предпочту ботанику и зоологию, а не морг. В морге еда, конечно, тоже есть. Наверное, она даже не испортилась. Ну, как-то, ну, не знаю. Моя мораль не настолько пластична. А там? Секунду. Туда должны быть философия и антропология? Что-то пути к философии какие-то тяжелые нынче стали. Ну, так-то бухлишком можно разжиться. Ты думаешь, до бухлишка так просто добраться? Большим количеством причем. Ну, правда, оно, конечно, шляется, но да. А не важно. Если бухлишка шляется, мы его поймаем и оно перестанет шляться. Да. И вот сюда вот алхимики и тренировочный, ну, военный факультет, факультет военного дела. Ну, я смотрю в сторону алхимиков, вздыхаю, потому что мне нужны реагенты. Но, похоже, я туда не пойду. Да, что-то, по-моему, надо возвращаться. Ну, вы можете попытаться убить этого таракана, если хотите. Какое хорошее уточнение? Если хотим. Ну. Я не хочу. То есть, если оно сейчас нападет на Ханаэль, я, конечно, буду ее защищать. Но в открытую с ним драться я не собираюсь. У меня не такое желание. Откуда у меня 28 хп? Мысль. Ты четвертого уровня, да. Четвертого? Да. Писан третьего. Ты не поправил, наверное. Никогда не поправлял и вообще не могу. Значит, я забыл. А, ты не можешь? Так, подождите, у меня пальцы застряли. Плавиатуре. Поправил. Вот здесь могу, а вот здесь не могу. Ну, потому что ты... Он учитывает несколько. У тебя может быть несколько классов. Просто последнее, что я помню, это было 18 хп. Мапл. Да-да, я увидел. Спасибо. пожалуйста. Чтобы никто больше не путал ничего. хорошо. Сейчас, секундочку, мне скинули. Да. Так вот, вы постепенно отступаете. Аберли, если что. Давайте я сформулирую так, что вы достаточно сильны и с большинством опасностей казуальных, которые есть, скорее всего, можете справиться. Мапл. Да. Скорее всего, мы можем справиться, наверное, почти с чем угодно. Вопрос в том, хотим ли бы с этой хуйней сожвалом или нет. Я не хочу. Все, хорошо. Пожалуйста, коса. Спасибо. Коса пока откосилась. Отдай мне, нет, мы не будем ее после для моего морального здесь. где-нибудь здесь. Вот. Можем сделать вот так. Отпусти. Слишком маленький. О, так я себя не вижу. Так вот. Вы постепенно отходите, поскольку Уэйлон самый далекий, пусть он пройдет проверку на скрытность, чтобы, не привлекая внимания, дойти к вам. Ну, то есть ты хочешь, чтобы мы с ним дрались, да? Нет. У меня немножко другой план был. Ну, хорошо, излагай свой план тогда. Я предлагаю отойти к стене остальным и поискать там, чем можно швырнуть. Я полагаю, там было, потому что горгуля в нас швырялась. Лекс, ты не поверишь, у меня все еще есть кучка шариков. Я могу просто горстью зашвырнуть. И они нам могут пригодиться в другом месте. И, короче, найти там несколько камней и накидать их куда-нибудь вот сюда. И выманить это существо. Да, и чтобы я спокойненько подбежал. Я нашла оборудование. Скажем так, здесь найти камни не проблема. Ну, кидаю, дабы отвлечь внимание и гляну. Пройди проверку на бросок, грубо говоря. Все хорошо. Ты мастерски закидываешь несколько камней. Когда третий камень приземляется, вы слышите резкий достаточно сильный рокот и потом двое мощных челюстей хватают и начинают пережевывать эти камни. Ну, и в этот же момент я даю дело. Ты убегаешь. Да, вот сюда. Вот, отступая куда-то вот сюда, вы чувствуете более твердую, что ли, менее гулкую почву под ногами и... Финиш. И существо осталось голодным, как и мы. Могли бы стать обедом друг друга. Я в творительной обеды не нанималась, знаете ли. Я думаю, да, у вас взаимная такая ситуация, что... Предварительно наберу в левую руку пару камней. Хорошо, набиваешь карманы тугими камнями. Я радостно прыгаю где-нибудь вот здесь и объявляю... Когда ты подходишь сюда, ты на тебя очень недобро уст... горгулью... Да плевать мне на эту горгулью, я ей средний палец показываю. Она на тебя очень недобро смотрит. Я смотрю на нее, на горгулью. С выряженным камнем в правой руке. В какой-то из моментов вы задумываетесь, можно ли есть горгулий? Блин, все плохо. Я поворачиваюсь спиной к горгулий, которая недобро смотрит на меня, пусть смотрит на выдающиеся, так сказать, счастье. И заявляю, что еду можно найти в морге, еду можно найти в зоологии и травничестве. Зоология и травничества мне, конечно, нравится больше, но если кто-то хочет в морг, я не против. Может, там были или нет? Нет, в морге вы не были. Давайте сначала что посвежее. Зоология и травничества тут, морг тут. В этот момент горгулья, который, видимо, надоело присутствие, соизволяет спуститься, спрыгнуть с крыши и с гулким ударом бух, приземлиться. Ну и где это горгулья? Покажите мне горгулью. Ну я подхожу к котику. Вот сюда вот она приземляется с крыши. Я поворачиваюсь, показываю ей еще раз средний палец. Мне не нравится то, что она шумит. Она разводит руки и крылья и издает звук я протягиваю ей руку с камнем на ладони. Не знаю. Пройди, пожалуйста, проверку на animal handling. Горгулья это животное расист. Горгулья поводит носом, опускается на, ну грубо говоря, встает на свои длинные руки и так вот аккуратно по обезьяне пытается приблизиться к Уэйлону. Так же аккуратно приближаюсь. Запрыгиваю на стену на всякий случай. Вот. Когда Уэйлон приближается, Горгулья останавливается, подергивает своим кабинным носом и с недоверием смотрит на Уэйлона и сдавая такой недоверительно шипящий звук. Стою с вытянутой рукой и не меняюсь в лице. Видит, что ты не угрожаешь ей, Горгулья пытается подойти чуть-чуть поближе. Вот. Она отказывается вот уже вот здесь вот. Смотрит на твою протянутую руку и на тебя с недоверием словно опасаясь. Не сделаешь ли ты что-нибудь плохого? все так же. Вешу на стене рядом с Уэйлоном. Логично, правда? Сделай еще одну проверку на Animal Handling, насколько ты не угрожающий и... Так и знал. Когда ты попытаешься поднести камень, Горгулья внезапно растопыривает крылья и встает на задние лапы, выставляя когти, яростно шипит на тебя, угрожающе шипит на тебя. Вот-вот готовая наброситься. Делаю один шаг назад. Спокойным лицом, все так же с вытянутой рукой. Горгулья продолжает недоверительно смотреть на тебя, но кажется, что сейчас она настроена против вас агрессивнее, чем до всей этой ситуации. Я все равно стою на месте, жду. Ладно, давай сделаем внезапное. Я, по-прежнему, вися на стене, подзываю к себе Уэйлона с камнем в руках и начинаю с явным гастрономическим интересом обнюхивать этот камень, посматривая на Горгулью. Что она скажет мне на это? Пожалуйста, пройди проверку на перформанс. Так, секунду, у тебя же есть бонус к перформансу? Есть у меня, должен быть, ты мне сам выдавал. Да. К перформансу у тебя должен быть. Да. Ты с неподдельным интересом такое чувство, что все-таки последние не очень сытые дни выдают. Ты начинаешь оглядывать камень и Горгулья смотрит на тебя с недоверием и такой почти неприкрытой агрессией. Ты хочешь мою еду? Я смотрю на память. Она это говорит? Нет, Горгулья не говорит, но во взгляде читается, что ты делаешь с моей едой. Внимание, вопрос, Мапл, Горгулья понимает нашу речь? Нет. Ну, она может поднимать язык жестов и прочее, поскольку она относительно разумна, но говорит не говорит. Я очень картинно, очень громко вздыхаю, смотрю на Горгулью с жалостью, хлопаю Голиафа по плечу, да, я могу, я на стене вешу по скрипту. Я вполне дотягиваюсь до его плеча. Хлопаю Голиафа по плечу, киваю на Горгулью и предлагаю ему поделиться едой с нею. Поворачиваюсь вновь в сторону Горгули и делаю шаг обратно вперед. Горгулья смотрит на тебя с меньшим недоверием. Кто-нибудь из вас один проверку на перформанс с преимуществом? Пройдите, пожалуйста. Давай я. Имеется ввиду кто-то из меня и Я понимаю, либо я, либо нет. Да, которые разыгрывают сценку. Пофиг, ты будешь. Да зачем? Просто игнорируйте. Вот. Ну, кажется, на Горгулью возымел этот эффект, но она все еще с недоверием кажется, что она хочет, чтобы Уэйлон кинул ей еду, не подходя ближе. Остальные могут тоже, если хотят, поучаствовать как-нибудь в этом замечательном действии. Я посмотрю. Я подбрасываю камень к ногам. Горгулья берет камень, начинает его обнюхивать, пробует на зуб. Вот. Когда ее зуб с хрустом вонзается в камень, она по ее лицу пробегает недоверие, она отбрасывает камень и смотрит на тебя с подозрением. Я пожимаю плечами. А я грустно вздыхаю и смотрю голодными глазами на тот камень, который эта сука решила забраковать. Тебе еще одну проверку на перформанс пройдет? Нет, нет, я это верю. Вот. Вы в патовой ситуации. Судя по всему, горгулья не хочет вас активно пропускать вперед, пока неизвестно. в лод. А мы знаем, чем питаются горгульи вообще? Я. Никто. Никто никогда не сталкивался с горгульями. Может, попробуем ее пригласить к таракану? Познакомить их? Пойдем со мной, птичка, там столько вкусного. Ну, как-то так, да. Ладно, давай следующим образом сделаем. Я достаю походный котелок, показываю его горгулье, хлопаю глазами, смотрю очень голодными глазами, глажу себя по животику, показываю пальцем на котелок, зову горгулью с собой. Хорошо, давай и перформанс на это все. Я показываю на котелок и киваю активно. Нет, кажется, нет, горгулья не доверяет вам. Горгулья не доверяет мне, или я плохо сыграла? Ты плохо сыграла, котелок слишком легкий, он покачивается, и, возможно, там нет еды. Скорее то, что горгулья не понимает, что такое котелок, зачем? В общем, какая-то из концепций проваливается. Ладно, поступим другим образом. Я подхожу к Гля, обнюхиваю его с гастрономическим явным интересом. Прости, Ликс, с очень гастрономическим интересом обнюхиваю. беру его руку, обнюхиваю еще более внимательно, кусаю, делаю вид, что кусаю, при этом я обращаю внимание на то, чтобы горгулья за этим наблюдала. Обратите внимание, пожалуйста, это важно. Хорошо, да, она смотрит на это с неприкрытым интересом, выражающимся на ее морде. Я тоже. Мои глаза становятся потрясающе счастливыми и большими. Я выгляжу так, как будто на моей улице только что перевернулся грузовик с мороженым. Я, подожди, я беру Лекса за руку и начинаю его утаскивать в сторону того прекрасного коридора, где жили жвала. Посматриваю на горгулью весьма ревниво, чтобы она не вздумала ни в коем случае покушаться на мою еду. Это моя еда. Показываю ей клыки. Говорю и тащу Лекса в угол. Прости. Хорошо, давайте на перформанс с преимуществом. Опять же. Тащусь в угол. Вот, когда две кричащих возможности да, это подходит. Когда две кричащих возможности жуют Лекса, ну, все смотрели наверняка, как приручить дракона. помните, когда Икинг кормил Беззубика в первый раз рыбой? Когда он выплевывает и тут большими глазами предлагает попробовать рыбку. Вот эта сцена мне что-то такое напомнила. Я тем временем показываю жестами Ханаэль и Фрайзу, что как бы надо пошуметь в той вот прекрасной зале со жвалами, чтобы там жвалы вылезли. И я продолжаю тащить Лекса в ту сторону, да. Все еще порыкивая на горгулье. Гляв, не упирайся. Я же говорю, я тащусь. Тащусь всем. У меня ничего такого нету, поэтому я беру камень и кидаю в область пещеру. Вот. Вы находитесь вот здесь, грубо говоря, вдвоем, а вы переместились вот куда-то сюда. Горгулья на расстоянии неотступно следует за вами, причем даже не взлетая, а перемещаясь по земле, чтобы, видимо, не спугнуть добычу. Ну и докуда мы доперемещались? Вот. Вот так вот вы пока дальше как бы что делать будете? Ну, я так понимаю, цель сделать так, чтобы горгулья видел пещеру и в этот момент приманить таракана, чтобы он под землю. Хорошо. Вы раскидываете камни. Вот. В какой-то момент действительно появляются жвалы и начинают в очередной раз перемалывать камни. горгулья смотрящая взглядом замечает это она вот здесь вот на небольшом расстоянии вот. Как бы она очень недоверительно смотрит на всю эту ситуацию, не понимая какого хрена тут происходит. Но она очень заинтересована в этих клыках. Я показываю горгулье жестами, что вот та вот хрень, которая вылезает из земли, она тоже хочет сожрать гляв. Она смотрит словно ожидая, что ты разберешься с этим. Подожди, она на губки интересно смотрит. Ну, жвала, я так понимаю. Ну да, она смотрит, переводя взгляд с тебя, ну, как бы на жвала, что, типа, если она что-то сделает со жвалами, ты сожрешь гляфа тем временем. Я пытаюсь объяснить горгулье жестами, что давай сначала убьем вот те жвала, а потом вместе съедим гляфа. Перформанс? Ты можешь использовать в этом случае или перформанс, ну, да, наверное, или перформанс, или персуэйшн, возможно. Горгулья, кажется, понимает, что вот то вот претендует на ее еду, но не готов ринуться в бой, ожидая, что не понимая, что делать, она запуталась. Вы можете, не знаю, кинуть еще камушек и приманить еще жвала поближе, они просто уже доживали и спрятались. Ну, я загораживая, собственно, собой прекрасного голиафа, да, все поняли, да, прекрасную игру я с собой голиафа, кидаю камушек вот куда-нибудь вот сюда. Изо всех сил прячусь за котиком. Как бы жестри погибели. Вот, Горгулья, судя по всему, вы понимаете, что вы стоите слишком близко в проходе и она просто боится, что проходить между вами, опасаясь животным инстинктом. Я показываю жестами Райзу и Ханаэле о том, что надо бы проходик-то освободить, она не боится. Я отхожу подальше, избиваюсь. И остаюсь на месте. Горгулья встает вот здесь и смотрит, знаете, как в вестернах, когда трое друг друга целят. Хорошо. приглашающий жест в сторону пещеры. Она смотрит на тебя, на Голиафа, на Райза, на Жвала, на тебя, на Голиафа, на тебя, на Райза. Я пытаюсь до Горгульи донести, что она сейчас поможет мне убить Жвала, а я потом поделюсь с ней Голиафом. Горгулья проходит вот сюда, вот становится и оглядывается. Жвалы тем временем исчезли. Мапу маленькая поправочка. Горгулья, она каменная, она тяжелее даже Голиафа. Поэтому то, что она сейчас вот зашла, она должна была вызвать явно очень серьезную вибрацию и Жвала должны, блядь, сейчас вылезти и сажать Горгулью. В этот момент, когда, да, начинает вибрировать Земля, Горгулья делает неожиданное движение, приседает, отталкивается и подлетает в воздух. Зависать, кружаясь так вот небольшим кругом на территории, где был шум. Я достаю камень из кармана и кидаю под Горгулью желательно посильнее. Вот. Когда вы, когда прилетает камень, пройди бросок, проверку на силу сейчас, пожалуйста, или на атлетику. Кидаю уже сколько там в трех метрах от себя. Ты, он с легонца, то есть ты его так вот навесом кидаешь и он так с легким циньком. Не, 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 не навесом, я именно вот цельно в землю кидаю камень. Ну, хорошо, он ударяется, но большого шума не производит. Тем временем это достаточно, чтобы спровоцировать и появляются жвала и в этот момент горгулья падает на них сверху. Я показываю всем жестами, что пока они так заняты, мы пошли дальше искать себе еду. Там, где горгулья были? Я бы пока посмотрел. Вторую мы убили. Второй не было. Она не живет, не? Неизвестно, но в прошлый раз нет. Стопэ, в прошлый раз их было две. Одну мы убили. Мы не убивали горгулью. Одна вот эта, а вторая просто каменная стояла, не двигалась, никак не реагировала. Ой, да и похуй, ну пошли отсюда, они заняты. Не будем им мешать. А что происходит? Горгулья упала на жвала и начала их ломать, но в какой-то момент жвала, грубо говоря, перекувырнулись и начали жевать горгулью. Ну говорю же, заняты они, пойдемте отсюда. Ну, жалко птичку. А кто-то жалко. Давайте, может, поможем. Нет. Почему нет, Дрюк? Вы издеваетесь? Я 15 минут эту каркающую дрянью болтывала на то, чтобы она пошла и эти жвала атаковала. Какого хера, бля? Вот. В какой-то момент у вас пораскакивает идея, что, в принципе, наверное, можно сожрать что-то из того, что сейчас, ну, грубо говоря, подождать, посмотреть, как они дерутся и съесть победителя. Горгулью, например, да? Можно потом добить таракана и будет еда. Я предполагаю, что вкуснее и на жористе еда может быть либо в морге, либо на капитале ботаники и зоологии. Но она реально может быть вкуснее, чем таракан и горгулья. Ну, серьезно. Возможно, за ней придется также бегать и с ней драться. Она будет более калорийной, аппетитной, и она не будет тараканом. Ну, ешь твою медь. Ну, здесь таракан-то уже будет побитым. И чё? И нам легко его будет добить. Серьезно? Ты правда считаешь, что нам будет легко добить таракана, которого не убила каменная горгулья? Правда, да? А горгулья не такая уж и страшная, как оказалась. Ну, да, действительно. Так, пока давайте мы посчитаем, что вот это вот обсуждение идет между игроками и там время заняло. Вы что сейчас будете делать? Я за то, чтобы пойти найти еду на кафедре ботаники или в морге. Остальные? Я не прошу. Только я за морг. Ложу на пару шагов и смотрю, что там дальше происходит. Вот. Вы потихонечку отходите. Горгулья несколькими ударами судя по всему разламывает одно из жвал, но из земли появляется большая часть существа. Ну, грубо говоря, это как-то сейчас существо выглядит вот как-то так вот. Оно значительно крупнее, чем Горгулья. Сейчас. А я говорила, что надо идти на кафедре ботаники. Вот. Но Горгулья, видимо, за счет своей исключительной прочности неплохо держится против его атак, и только выбрызгиваемая существом кислота причиняет ей хоть какое-то значительное, хоть какие-то повреждения. А я вижу, точнее, я понимаю, что это кислота. Ну, это какая-то субстанция, которая падает и оставляет прожженные места даже в камне. Капельки. Скорее всего, это не съешь. То есть, вы правда хотите это кушать, да? Больно. Ну ладно, пошли. Вот. Вы уходите, оставляя там все этих существ всех на... Да, я из-за блокады смотрю, пожалуй. Вот. А ты не боишься, что победитель переключится на тебя? Нет, не боюсь, это легко ставит. Ну, они могут быть быстрыми, горгульи летают быстрее, чем вы ходите. Вы это уже подтвердили. Как так, один раз, когда мы приходили впервые в нем и горгульи, ты сказал, что мы прошли легкий опыт. Что вы прошли? Легкий опыт. Это были твои слова. Не знаю, ничего не знаю. Видимо, за эту неделю опыт стал менее легким. Я все еще посмотрю. Вот. Бой идет достаточно интенсивно, но, судя по всему, горгулья постепенно одолевает это существо, проламывая, нанося ему куда больше повреждений, чем получая от его кислоты, даже несмотря на то, что она буквально оплетена и практически обездвижена его огромными лапами. А я напоминаю, что горгулья имеет гастрономический интерес к нашему гуляху. Вот. В какой-то момент спустя больше, чем полторы минуты борьбы, горгулья мощным ударом проламывает, что является, судя по всему, головой и куда-то дальше в тело, и огромный таракан перестает двигаться. А горгулья что делает? Горгулья отряхивая выглядит потрепанной, она оглядывается и начиная у нее, судя по всему, повреждена одна нога и немного обломано крыло, она начинает ковылять назад к своему месту и в вашу сторону. Ее можно полечить? Нет. Камень. Отреставрировалась? Нет. Архитектор. Ты не строитель. Я бы посмотрела на зорде ремонтирующую горгулью, ага. Я бы меня ремонтировать. Ладно, пускай гуляет дальше. Хотя, если мы ее убьем, мы сможем посмотреть, что в таракане осталось. Может быть, он что-то нажрал и что-нибудь там не растворилось? В кислоте? Да. Не растворилось. У нас уже было что-то такое раньше, нет? Ну, у него кислота возможно растворяет только органику. Да, да там что-то крутое осталось. Вот, в этот момент горгульяна подходит совсем ближе к Райзу и кажется, что вот сейчас она уже буквально накинется на Райза. Насколько побитой она выглядит? Ну, она выглядит все еще достаточно живенькой. Ладно, до свидания. До свидания, вам надо было раньше говорить. Райз начинает убегать, но горгулья с трудом отрывается от земли и на таком бреющем полете начинает его преследовать. На стену. Вот, когда она видит убегающую нет, ты не можешь настолько быстро бегать. Она летает в два раза быстрее, чем ты бегаешь. В таком случае, я же здесь, да? Да, а когда она видит две цели, стоящие вот так, она на секунду задумывается, думая, кого выбрать. Показывай пальцем, гнева, вам вкуснее. И у тебя к нему гастрономический интерес. Я вообще-то говорю, что там вон таракан есть, которого она может сожрать. Что на меня-то показывать? Да, да, точно показывает таракан. Там таракан. Вот. Давайте Persuasion кто-нибудь. Любой из четырех. Что такое Persuasion? Устрашение. Убеждение. Это убеждение. Intimidation. Intimidation это как раз устрашение. Ты Persuasion, а вот Persuasion. Троечка у тебя. Давайте. Двадцать, да? Да. И пусть мне привезет. Двенадцать. 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 Ну что, да? Да? Э? Нет. Гаргулья отказывается от... Ну, не уверена, что хочет Голиафа, Райза или таракана, но вы ближе. Мы ближе. Отлично. Давай-ка сюрпризовать. Хорошо. Давайте на инициативу. Погоди-то разне будет про это так? Ну, будет сюрприз раунд. У меня три. Снадцать. Три в сумме? Ну, с ловкостью. А нет, пять. Вот, пять. Так, Морталис, Зор. У меня десять. Так, Морталис. Хорошо. Так вот, первый тогда настенные две кричащих возможности. Ну, видимо, я пытаюсь прыгнуть ей в жопе и возить в жопу свою прекрасную рапиру плюс один. она вот еще здесь. Она вот здесь. Ты к ней подходишь со стены, так? Ну, я передвигаюсь по стене и, собственно, она тебя видит. Ну, здоровье. ты заходишь ее, она оборачивается к тебе, ты пытаешься в этот момент проткнуть ее своей рапирой. Рапира чиркает по камню горгульи, по камню рядом с горгульей очень неудачно и, кажется, она немного затупилась. Рапира плюс один затупилась? Серьезно? Что, она магическая, но не настолько же, чтобы не тупиться. Зорди, у тебя там вроде где-то было заклинание починки мелких предметов? Да, есть такое. Вот, закончим, почини мне рапиру, пожалуйста. Хорошо. Хорошо, вот, так, ты заканчиваешь со своими действиями? Я, нет, я лезу на другую стену, вот здесь, вот, сидеть на стене, ничего не знаю. Ты используешь бонусные действия, чтобы выйти из боя? Да, естественно. Все, хорошо. Так, теперь тогда как раз райз. Где моя дорогая ненаглядная? Ты призываешь косу, коси и забивай. Да, я кашу. Коси. Косарь, косой. Так, это двадцатка и по-моему... Да. Рубящий удар косой входит в горгулью. шесть? Д8. Семь. Семь плюс четыре... Сколько? Сколько? Сейчас, секундочку. Семь плюс четыре... Одиннадцать урона! Да. Нехрен был за мной идти. Ты отрубаешь буквально кусок крыла горгульи. Отлично. Вот. В этот... На этом твой ход заканчивается. Нет. Еще нет. У меня еще действие осталось. Было бонусное действие. Что ты выпытаешься? Теперь дай позвоним. Я опять научу тебя с собой ходить. Саразы. А, я надеюсь, не... Ты... Это я кидаю. Сейчас, секундочку. Ну, он даже не до мне прокинется. Ну, потому что кидаю я. Да. Но ты кидаешь мой кубик. Ну, что поделать? Мне до моего тянуться далеко. Я смотрю на эту часть стола. Ладно, хорошо. Вот. Нет, звона она не слышит. Просто у меня все кубики ригнутые, чтобы они на высокие бросали. Ага, конечно. Вот. Ладно, добивайте, говорит Райс. Вот. Хорошо. Уэйлон? Момент. Монтаж схватывает навсегда. С небольшим сожалению, но с еще большим нежеланием становиться обедом. Выдаю по щам. Подходишь к ней, да? Да. С косой преимущества не будет? Нет. Сейчас нет. Нет. окей, ты к тебе возможно ощущается как немного больно, но в целом жить можно. Все еще до 4 у меня? Да. До 6 со следующего уровня, если вы вообще начнете что-то убивать эффективно. Что там, плюс ловкость, да? Да, плюс 3. 7. 7 урона. Ты вышибаешь из горгулья каменную крошку. Сейчас давай я быстренько открою книгу игрока, чтобы... ты можешь бонусное действие какое-либо сделать. Это мой монах. Так. Теперь безоружные атаки, И... что там? Да, давай я трачу 1 кейпоинт. И делаешь 2 дополнительные атаки? Да. Бей. Первая атака буквально... Ты просто... Заело, Павел? Ты заряжаешь себе очень мощный кук правой рукой в правую щеку. Вообще, Лили, левой рукой. Ну, в общем, ты хорошенечко стукаешь в себя. Мне все еще жаль, горгулью. Ты ее умирать оставил? А? Ты ее умирать оставил? Я... Я... Нет, я не хотел. Я был уверен, что она победит. Но я не ожидал, что ты так задержишься и нам придется с ней драться. Так вот, на этом ход переходит Ханаэль. Я нашел, кого обвинять в этом. Ханаэль. Ага, меня. Ну ладно, хорошо. Я стреляю из лука. Ты стреляешь в горгулью из лука. Ты выпускаешь стрелу, которая вонзается куда-то в область глаза горгульи. 2D4 плюс 2. Подожди, D6, D6, D6. 2D6? Да. Тогда перекидывай. Плюс 2. А-а-а. Стрела застревает в горгулье и торчит из ее глаза, но такое чувство, что она не испытывает из-за этого особого дискомфорта. через несколько секунд моргая, она переламывает древко стрелы и оно падает на землю. Две кричащих возможности. Ты заканчиваешь на этом ход или еще что-то будешь делать? заканчиваю. Две кричащих возможности. Я даже не знаю. Давай ткнем ее рапиры еще раз. Благо у меня есть незатупленная рапира. Нет, тут ты можешь с магической. Она просто теряет на время бонус плюс один к попаданию урона, но она все еще магическая. Своей рапирой Морталис протыкает какую-то видимо не очень прочную часть горгульи расшатанную кислотой. Рапира проходит и две кричащих возможности буквально отрывают ей руку. Давай так, у тебя рапира 2D8 плюс 2D6 плюс 4 урона. То есть мне два раза D8 и два раза Д6 кинуть? Да. Ты буквально разламываешь горгулью на две на полторы части, скажем так. От нее отлетает рука и одно крыло, но остальная часть горгульи на удивление еще держится. А я на стену. А нет, не пойду на стену надо это преимущество. Постою. Вот. Уэйлан. Ой, не Уэйлан, простите, Райс. Коса? Коси, косай, косой, косай. Девенадцать. Восемь, да? Да. Да. Коса проходит через горгулью, но в этот раз эффект не такой знаменательный. Возможно, мистическая коса тоже тупится от этих атак. В момент... Эта коса никогда не тупится, я просто не повезла. Прости, дорогая, это моя вина. Хорошо. Так. Я же говорил, что ты виноват. Знаешь что? Окей. Окей. Хорошо, ладно, допустим, я подбегаю, значит, тренд. Нажми F1. F1. Значит, так, у меня кушка нажала. Эта хюрна достичь 3, пожалуйста. Я, я. Я же можно что-то стереть? Отлично. Значит, подхожу к этой горгулью. Вкладную. Обступайте ее несчастную. Да, и тачу ее дефом. Пытаюсь. Да, мелиатака с воносом. Да, использую ее. Да, использую ее, сказал. Так, че там делаем? Нет, сейчас, я сомневаюсь, может быть, ты все-таки для профилактики ударишь мили оружием булавой, коротким мечом. Ну, я должна ударить все мили коротким оружием, чтобы эта хрень пробилась, нет? Да, бей. Так, это двадцатка? Да, две двадцатки. Четырнадцать? Хорошо, ты попадаешь по ней своим оружием. Плюс ловкость? Да, да, нет, она попадает. Плюс ловкость. Вот, удар достигает горгулью, нанося ей какие-то не очень значительные повреждения. даже мне прокинуться на это, на урон. Да. Почему ты сразу говоришь незначительные, если я... Потому что у вас закрадывается подозрение, что горгулья достаточно мало повреждений получает не от магии или от зачарованного оружия. Что там так делать? А чем ты била? Коротким мечом. Д6. Д6. У тебя есть булава? У меня есть булава, но я кинжалом обычно. Кинжалом пока у меня. Окей. Ну, там тачик, по идее, работает после этого сразу. Ты наносишь ей немного урона, буквально выщипаешь из нее пару крошек. Дальше. Ты используешь... А, ну, оно автоматически, да? Ты направляешь некротическую энергию своего бога в этот удар? Да. И она врывается в горгулью? Одну секунду, подождите. Потому что ножик, по идее, не должен сильно ударить, а вот херня может вроде бы как. Одну секунду, извините. В этом случае я мне резал наш весь урон. лук. а кто наносил магический урон? Нет. А кто у нас наносил немагический урон? Лук. М-м-м. М-м. 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 Хорошо. Итак, вы оказываете... Вторая горгули все-таки подключается к бою. Вот, Уэйлан. Продолжаю тыкать. К бою против нас? Угу. Другая горгули. Вот, тыкай. Преимущество, да? Угу. Да что ты будешь делать? А... Сколько у меня плюс... Недостаточно. Плюс 5 получается, да? Угу. 14. Недостаточно. Ты больно ударяешься горгулью, не причиняя ей физических повреждений. Камень крепок. Твои кулаки, конечно, крепкие, но сейчас больно. Напомни мне, пожалуйста, что мне нужно, чтобы татуировку задействовать. Отдохнуть. А мы разве не отдыхали? Нет. Нет. После боя со слизнем не прошло и 10 минут, по сути. Ну, 15. А, я понял. А вообще так что надо? Просто захотеть. Ага. Окей. Ну тогда тыкай еще раз. Угу. Хорошо, тыкай. Ой. Получше. 15. Ты этим ударом, ты наконец-то наносишь удар горгулье, чувствуя, как твои руки приносят вред. Направляя яросты. Пять. Угу. Из горгульи высыпается еще несколько камушков. Ах. Твой ход заканчивается? Ммм, да. Можно я пожалуюсь вам быстро? Я не могу. Я тут сгорел руками. Они у меня облизают, но я не могу содрать с тебя эту кожу, потому что шерсть на руке. Ну, вообще лучше не сдирать. Блин, по-моему, же есть какая-то, в которой помазаться можно. Ну, я давно сгорел, я уже дооблезываю. Есть штука под названием алоэ. После него не чешется. Не совсем чешется, но спасибо, я запомню это. Вот. Горгулья пытается взлететь, но неудачно понимая, что у нее одно крыло, поэтому она делает вид, что вообще не понимает, что находится, пытается накинуться то на две кричащих возможности, то на Голиафа, запутывая вас с этим, и она убегает вот сюда, прячась за вторую горгулью, словно ища ее поддержки. Ты хочешь сказать, что она не получает оппортуниста от трех персонажей? Дизенгейдж она сделала. А, это такой дизенгейдж? Ну да. А я могу воспользоваться своей реакцией? Я, в принципе, очень... Ну, как бы с начала боя ожидал этого. А с какой-то реакцией хочешь. Я хотел сказать, что если она попытается взлететь, я ее хватаю и возвращаю на землю. Маппл, маленькое уточнение. Да. Это большая каменная горгулья. Да. По твоим же собственным словам, у этой большой каменной горгульи нету как минимум одной руки и одного крыла. Какого? На чем она, блядь, взлетела? Она не взлетела. Она попробовала взлететь, но у нее это не получилось. Она покидалась на вас и отбежала пешком. Ну, так пока она отбегает пешком, как бы без одной руки, то есть с нарушенным балансом, мы не можем не получить возможности ее пнуть. Она использует дизенгейдж. Но она потратила свое действие на то, чтобы вас запутать и выйти из боя. Если вам кому-то отрубит руку, я тоже разрешу вам все еще использовать дизенгейдж для выхода из боя. Никто не может ей запретить это сделать. Я могу. А? Ну, то есть, серьезно. Однорукая, бескрылая горгулья, которая явно потеряла в скорости, которая кое-где разъедена кислотой и покрыта сердкой некротических трещин, съебывается? Серьезно? Ну, как бы, а вы бы в этой ситуации не попытались съебаться? Я думаю, она указывает на... Остались, не пытайся привести... Я понимаю, не пытайся вас звать к логике. Я поняла. Не-не-не, здесь дело не в этом. Просто у этого мира есть свои правила. Есть действие дизенгейдж. Если существо может им воспользоваться, неважно, как оно это делает, оно это делает. Если оно не может им воспользоваться по каким-то причинам, то для этого должны быть причины. То есть, ограничение для того, чтобы использовать дизенгейдж, это, допустим, если она бы лежала. Если бы она была без сознания, если бы она была оглушена, если бы обездвижена и все такое. В этом случае нельзя использовать дизенгейдж, ровно как и еще часть действий. Но сейчас у нее нету никаких пенальтиев для того, чтобы это сделать. Понял, принял, умолкаю. Как бы она отошла недалеко. Явно она могла бы пройти больше, если бы была здоровой. Но сейчас она оказывается за спиной своего собрата и, грубо говоря, прячется от вас там. Мы все еще в бою. Да. Вторая Гальгурья еще не напала. Ну, она прилетела. Она потратила все свое действие на то, чтобы долететь до вас оттуда. Так вот. Ханаэль. Так. Я, так как они стоят рядом... Блин, ну... Клаутау Даггерс — это же магическое оружие. Да. Это магия. Любое, что призывается... Ну, как бы... Если не прописано... Я не озвучу специальный иммунитет к магии, который понятен, то иммунитета к магии нет. Ну, я вот сюда размещаю Клаутау Даггерс. Ну, чтобы перекрывать двух существ, да? Хорошо. Принял. Вот. Еще что-то будешь делать? Я стою слишком близко, чтобы отступать, так что нет. Хорошо. Ты остаешься у Горкули. Ход переходит к Морталису. Ну... У меня были прекрасные шарики, я швыряю им их под ноги. О, секундочку. Ты закидывай шарики им под ноги, закрывая примерно вот такую вот область шариками. Вот. Если кто-то попытается вступить в нее, он упадет. Ну, может упасть. Вот. Ты на это тратишь свое действие, бонусное действие на что-нибудь будешь тратить? Нет. Ты остаешься стоять? Да. Хорошо. Секундочку, тогда Райз. Райз звонит сразу. Продамаженную Горкулью. Продамаженная Горкулья. Ну, по идее, их обеи должны задеть. Если я прозвонюсь, конечно. Продамаженная не прозванивается. Не продамаженная Горкулья прозванивается. А, ладно. Сколько там? Десять, по-моему. Восемь. Восемь. Восемь, ага. Четыре. Угу. Она, получается, практически визуально не подает признаков ранения. Хорошо. А своего вывешу ударить, нет? Да. Ну, пойдем, Горю. Коса подходит, не падая на шариках, поскольку она висит над землей. Да. Бей. Сколько там? Тринадцать? Или с чем? С каким бонусом у меня? Я не знаю. Плюс шесть. Плюс шесть. Замечательно. Так. Коса бьет, попадает, наносит Д8, плюс четыре урона. Китай. Ты в порядке? Не уверен. Я не ставил. Секундочку. Пойди, выпечем. А, да. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Стало чуть лучше. Ты всуществcs звучит убитым. Я не знаю, что с этим делать. А что случилось? А чего ты так кашляешь? Я покашлял, не знаю, просто. Ты точно можешь нормально говорить? Да, кажется, да. Но мне не больно вам, нормально меня слышать? Слышать нормально, главное, чтобы ты не отпрягался, потому что у тебя очень глупый голос сейчас. Глупый? Криплый. Хорошо, нет, все хорошо. Попроси, пожалуйста, девушку молоко со сливочным маслом подогреть. Нет, не буду, ее нету. Она далеко. Сам подогрей. У меня нет молока. Как? У тебя нет молока? Ладно, хорошо, у тебя нет молока. Подоложай. Я 8 пробила. Хорошо. Коса проходит сквозь Гаргулью. Ну, Гаргулья и стоит. Дальше ход Гаргульи. А, нет. Да, дальше ход Гаргульи первый. Мапл? Да. Какой бонус на атаку у косы? Я так понимаю, спелл кастинг модифайер, да? Да, спелл атак бонус. Это сколько? А, на урон или на удар? На атаку. На атаку 6. Виздом и профишинси? Да. Окей. А, на урон просто виздом. Так вот. Первая Гаргулья. Сколько получается я урона нанесла? Подожди. 12. Угу. Ну-ка, ладно. Максимум, походу. Возможно, сейчас. Вот это вот Гаргулья Ханаэль. Урон. 16. 16, да. 16 урона, и Гаргулья пытается начать двигаться, но навсегда остается с ногами распотрошенными клинками. У-у-у-у. Нападает, издает последний хриплый стон и перестает двигаться. И указывается на шариках куда-нибудь в сторону. Ну, ход заканчивается Гаргульей и Уэйлон. Бьем вторую. Угу. Угу. Ты попадаешь. 6. Ты оставляешь на Гаргулье несколько глубоких трещин, но она еще цела. Я трачу ки-поинт и бью еще два раза. Ага. Так. Спас-бросок ловкости, пожалуйста. А, сейчас я еще урон прокину. 5 урона и спас-бросок ловкости. Я так понимаю, что это... Она проваливает спас-бросок ловкости, да. И она проня. Она падает на спину, дергая лапками в воздухе. И я бью второй раз с преимуществом. Угу. Что бы выбрать? Я за... Сколько там? 16, 17, 19. Я за 22. Давай урон. А почему 22, если 21? Плюс 1 от твоей татуировки. А, да. А, подожди, так у меня и к урону тоже плюс 1, да? Ну, да. А я его не считал и забыл про него. А я его считал. А, окей. Тогда 6. Уже плюс 1. Да, лежащая горгулья дергается, когда ты заряжаешь ей в пятку. Вот, твой ход заканчивается. Горгулья... Секунду. Угу. Твой ход заканчивается. Горгулья вот это вот встает, отталкивается лапками, оглядывается, отталкивается лапками и взмывает в воздух. Для того, чтобы, кстати, оттолкнуться лапками, пусть сбросок пройдет, и на шариках уезжает. А, секундочку. Это, кстати, очень интересный вопрос. А потом урон от кинжалов? Да, урон от кинжалов еще нет. Поскольку она лежит, она не выполняет условия шариков, и она может просто встать. Шарики, если они начинают двигаться в этом, ну, по земле. А как она встает? Ну, в смысле... Механически как это происходит? Ну, чисто игромеханически, она просто встает, жертвуя половиной своего движения. Вот, и на счету она просто отталкивается от земли, да? Ну, да. Встает она как бы на ножки, раскидывая, в сути, раздвигая шарики. Ну, шарики как работают? То есть по шарикам ты кидаешь их перед собой, и если противник идет к тебе, он может упасть. Но вставая на шариках, он не... Если он останется стоять, он ничего не теряет. Если он начнет двигаться дальше по шарикам, он опять рискует упасть. Грубо говоря, клетка, на которой кто-то валялся и встал, она очищена от шариков? Она не очищена. Если он начнет двигаться по земле пешком, он все равно может упасть. Но встать на ножки на шариках, он может. Ну, это игра механика. Я как бы часто на вашей стороне, но в этом случае... То есть если... Ну, Гаргулья умеет летать против нее, шарики не самая эффективная вещь. Вот. Хнеэль, урон, пожалуйста. Ножи начинают разрывать, Гаргулья, простите, жопу и ногу, но крылья ее уцелевают, поэтому она вспархивает в воздух. Ну, Гаргулья, реакции воспользоваться. Можешь. Ну, сделать вот то, что я озвучил. Хорошо, давай. Ты это делаешь атлетикой, так ведь? Наверное, да. И я так подозреваю, я лардж. Я ее пытаюсь подвинуть. Это мне дает преимущество. Ну, да, давай с преимуществом. 17. Ты хватаешь Гаргулью и удерживаешь ее на месте. Но Хнеэль, я думаю, может ее все-таки чем-то ткнуть, если она захочет. Ну, нож у меня и так подзатупленный. Мне тыкать-то ее особо нечем. Я давай еще сделаю что-нибудь. Оно достаточно разумно, чтобы я могла ее оскорбить. Ну, да. Ты можешь оскорблять даже абсолютно тупые существа. Это такое. Где требуется интеллект, это прописано. В Таше это прописано. Я говорю ей, что она безжопная обезьяна. И что ее мамка ей бы не гордилась. А, хорошо. Так. Эм. Ты оскорбляешь это несчастное удерживаемое каменное существо. Насколько я там ее оскорбляю? Один до четыре. Четыре. Очень оскорбительно. Горгулья в ножах, в болях, во всем таком. Вот. Уэйлон ее удерживает. Она пытается вырваться из его хватки. Две кричащих возможности. Она на земле стоит или она взлетела? Она на высоте рук Голиафа. Чудесно. Тогда я подбираю свои шарики. Это потребует действия. Я понимаю. Я все равно ничего сделать не могу. Ты можешь в жопу ей воткнуть рапиру, если что. Ну и подскользнуться на своих же шариках. Я ближе к ней не подойду. Я подбираю свои шарики. Ты подбираешь свои шарики. Хорошо. Ловкими движениями. Стою вот тут. Ловким движением ты собираешь шарики, сметаешь их в мешочек и... Хорошо. На этом твой ход заканчивается. Райс. Это была коса. Которая прокинула 20. Хорошо. 2D8. Отойдет, да? Он пропадет сам, когда... Примерно так же эффективно, как на прошлом ходу. Не страшно. Давай позвоним, наверное. В целом ты можешь повторно тыкать в кубики, когда результат озвучен в чате. Предыдущие уберутся автоматически. Хорошо. Хорошо. Кидай маппу. А, колокол, да? Звонить будем. Извините, я затупил. Вызвоните. В этот раз твой звон не настолько эффективен, как хотелось бы. Замечательно. Слушай, дай я помолюсь, а? Просто очень быстро. Я могу это сделать в бою или нет? Если бы ты не потратила действия, то да, могла бы помолиться и воззвать к Богу за чем-нибудь. В следующий раз я разделаю. Но я вратно на него дымаю. Сколько нужно, чтобы провалить? Провалить что? Чтобы услышать звонок. 14. А, у нее там плюс какой-то есть. Ага. Ясно. Вот. Хорошо. Гаргуль и удерживаемая. Она пытается... А Уэйлон сейчас ходит. Ну, я же могу ее одной рукой удерживать, второй бить. Она считается сейчас как grappled, или я ее просто удерживаю? Да, ты grappled ее. А, ну, то есть я ее бью? Бей. Что там на grappled преимущество дается, нет? Нет, grappled тебе не дают преимущество. Тогда бью. Ладно. Ну, я бы в теории мог переместиться так, чтобы получить преимущество. Но не будешь? Ну, я отвлечен удержанием, поэтому... Все равно, ты знаешь, ты держишь ее и заряжаешь в табло. Плюс 4, 5. Ага. 5 урона. От горгульи отваливается кусочек. Еще, или... Еще, или... Я сейчас, я думаю, я могу, ну, скажем так, вместо второй атаки с размаху ее об землю. Нет. Это полное действие. Ну, то есть я согласен, скажем так, ну, окей. Ты можешь ее придавить к земле бонусным действием без урона. Придавить? Нет. Это Джон Сейна и так ее хлопайся землю с собой сверху. Я просто бью еще раз. Хорошо. Кулак проносится в воздухе рядом с пытающейся вырваться горгульей, но она уворачивается. Должна ее держать. Да. В этот момент горгулья пытается высвободиться из схватки. Пожалуйста, проверку на атлетику. Она царапает тебя когтями. Ты получаешь единичку урона ножными. И вырывается, и начинает улетать. Вы можете попытаться... Кто-то может попытаться ее чем-нибудь в ропу улетающую пырнуть. Я стреляю... А, или я могу оружием ближнего боя. Можешь оружием ближнего боя. Тогда я пытаюсь... И сначала урон от даггеров. Даггеры... 14. Горгулья... ...отильно одинаково все. Что? 14-14? Ну, там 13-14-15 такое. Горгулья пытается взлететь, но летающие ножи устремляются к ней и буквально перемалывают ее в гранитную крошку. У вас есть некоторое количество хорошего, относительно хорошего щебня. Нужен ли он вам? Неизвестно. В моих руках остаются ножки. Да. Раз пошла такая пьянка, я пойду посмотрю, что там в этой... Да, на этом бой заканчивается. Это моя предыдущая... Я... Ты хотела... Что там? С голодными глазами табакси и лесной эльф устремляются к огромному насекомому, которое было разодрано горгульей. Подбегая, вы ощущаете, что, кажется, земля все еще вибрирует где-то? Да пусть вибрирует на здоровье. Я тыкаю останки палочкой, пытаясь найти в них что-нибудь полезное. А, вот, ну, быстро так осмотреть останки нельзя, потому что существо достаточно крупного размера, вы видите хитиновый панцирь, пробитый, промятый жвало, лапки, где-то стекает небольшое количество какой-то кислоты. Так, смотрим места, где кислоты нет. Идом там что-нибудь? Ну, ты думаешь... Самый... Выживалистый, да. Знаток анатомии. Пусть он найдет ядовитые железы. Это Мэдис или Сурвайвл? Это Сурвайвл. Сурвайвл у меня, скорее всего, либо у кого? Ханга? У меня четверка. У меня, по-моему, Сурвайвл неплохо. Ну, у тебя с Сурвайвлом по умолчанию лучше, чем у большинства, потому что ты... Ну, давай я. То есть, у меня двоечка, если у тебя есть. Да, у меня из дома не хватает. Давай я, да. У тебя один, у кого еще что? Ну, скорее всего, в Сурвайвле большее познание в жизни есть у Райза как раз. Ну, да. Отлично. Давай, что, я два словка пробрасываю, да? Да. Райза, смотревая тело, приходит к заключению, что, вероятно, как и в ракообразных, здесь может быть где-нибудь вот в этих мощных лапках и клешнях мясо. Так, разделываем клешни. Вот. Скорее всего, ядовитые железы находятся в морде и подведены к жвалам. Это может заинтересовать две кричащих возможности. Да, да, тебе можно яд взять. Угу, я вот думаю еще... А жвалы можно использовать как оружие? Можно. Только очень аккуратно. Да, ну, как бы это будет импровизированное оружие, с которым ты не умеешь пользоваться, но да. Ну, скорее всего, какое-то время оно будет разбрызгивать оставшийся в них яд. Ну, я нацаживаю себе три пробирочки яда, не пропадать же добро. Так, давайте, давайте, разделывать существо. Вот, вы пытаетесь... Подожди, и протягиваю свою поломанную рапиру зорду. А, да, да, мне надо починить. Чиним, давай, чиним. Мейзим. Райз проводит рукой, сосредотачиваясь, и из него начинает исходить такой легкий свет, и он пытается, сосредотачиваясь, чинит. В это время он не занимается разделкой туши. Кто что будет с тушей делать? Я подожду, Райза. Я себе яд. Я-то нацедил. Пускай Гуляф разделывает, он большой, у него руки мощные. Я для начала хочу посмотреть на клешни, жвалы. То есть ты говорил, что Гаргули обломало одну руку. Да, одно жвало обломано. То есть оно прям, ну, поломано. Но оно разломано где-то ближе к основанию. Оно примерно, это такое, что-то среднее между ножом и дубиной, примерно 40 сантиметров в длину. Короче, смотри, я хочу понять, если я отломаю второе, ну, целенаправленно выломаю, так, чтобы оно было более целым, оно будет более. Ну, зависит от того, как ты попытаешься сломать, но, вероятно, да. Я хочу это сделать. Хорошо, давай тогда проверку на силу. Я понял, что-то у меня сегодня проявилось. Ты пытаешься выломать это жвало, но, видимо, оно достаточно прочное, и выломать его из черепа, не сломав, у тебя не получается. Я тогда беру отломанное. Хорошо. Как бы, ну, там, привязываю себя к поясу, и начинаю разделывать на мясо. На твои штаны вкапает несколько капелек кислоты из сожвала, оставляя в них прорехи. Я тогда... Короче, я могу как-то очистить? А подожди, а яд откуда был с сожжен? С мордой, а это еще и в жвалах было небольшое количество. В общем, в морде несколько выходов для кислотных желез было. А капало откуда, с какого выхода? С обломанной стороны? С кончика, с острого кончика. С острого, нифига себе. Чтобы кусать и впрыскивать кислоту в жертву. Ясно. У Райза еще работки прибавилось. Заканчивай ритуал, Секинджон. Ладно, разделайте, приготовься и поеду. Смотрит на то, чтобы... Видимо, что Уэйлен должен снять штаны. Прямо снять или так? Ну, или Райз наглоняется, ну, подходит и наклоняется к штанам. Вы надеваете? Зачем я так... Я по два метра росту. Я могу не наклоняться. Ну, тебе уже как раз нужно наклониться. Ну, чуть-чуть щитка. Да. Ой, господи, что я не делаю ради всякого. Так, даггера у меня нету, да? Я его отдал кому? Кто у нас даггером пользовался в прошлый раз? Ханель, которая... Растворила свой даггер в кислоте. Да, я его тебе отдал, поэтому... Я предлагаю Уэйлену свой даггер, у меня их два, напоминаю. Я ими не пользуюсь. Разделайте мясо главное, вдруг ему хуже становится. Я отдаю Уэйлену свой даггер. Уэйлен смотрит на это и думает, с какой стороны приступить, и понимает, что здесь скорее нужно что-то по типу больших клещей. Он заносит даггер над клешней, ударяет, но даггер отсказывает... Ну, пройди проверку на силу, пожалуйста. Я бы в этом случае, на самом деле, попросила бы у Райза булаву, если он так хочет... Не-не-не-не, подождите, а зачем? Ты хочешь сказать, что я ударяю в панцирь? А куда ты бьешь? Ну, я же вижу, например, сочленение, я... Хорошо, ты прицеливаешься и бьешься. Подожди, зачем? Зачем прицеливаться? Зачем бить? Я же вижу, то есть... Это все лежит на ура, прекрасно посадили. Беру лапу, начинаю ее сгибать, вижу, где сустав, где сочленение двух пластин. И под пластин и так подрезаю их спокойненько. Хорошо, ты аккуратно разделываешь это, отрезаешь лапу. Вот, вы задаетесь вопросом, а как это готовить по мере разделывания? Будете ли вы пытаться... Вы отрезаете две большие клешни, четыре-шесть маленьких лапок, и смотрите на хвост, думая, можно ли там найти мясо? А сколько у нас сейчас мяса? Ну, вы еще не вскрывали клешни. Ну, я тогда сначала извлекаю мясо из того, что отделил. Как? А? Как? Снимая пластины. Тут вот проще действительно было булаву едать. С возможностью сразу расплющите мясо? Да. Как бы клешня сплошная, то ее или ломать, или как ты ее разрезаешь. Ну, как клешня рака, считайте. Только больше. Да, прошу булаву. Ну, я даже не знаю, ведь это моя вина, что смотрелись с горгульями. Ну, это станет твоей виной, что мы не сможем покушать. Я вам покушаю. Прокидывай харизму, давай. Не, ну, это вы как люди без этого. Ладно, хорошо, забирай булаву. Ну, вы же сами просили разделать. Вот, занимаюсь. Я бью булавой. Не сломай. Бей. Просто силой, или... Ну, да, ты пьешь силой, ты не владеешь булавой, по-моему. Окей. Вот. Булава, по-моему, как монашеское оружие не может. Ребята, я, конечно, очень извиняюсь, но, может, мы сначала Ханаэль позовем и спросим, насколько это ядовитый. А я знаю, насколько это ядовито. Но ты у нас, по-моему, единственная, кто более-менее в ядов подбирается. Мы уже выяснили, это... Может, выяснили, что съедобное, да, по-моему. Райзу, да. А, сори, я, видимо, пропустила этот момент. Вот, вы начинаете разделывать. Мясо внутри клешни оказывается белым и странно пахнущим. Ну, не очень свежим. Ну, оно очень странно пахнет, не сказать, что не свежим, но вам бьет этот запах на шатыря. Запах на шатыря? Да, от мяса исходит. Ничего себе. Что-то расхотелось такое. Ну и умирай. Мне можешь передать. Давай, давай, да. А его вообще можно готовить такое? То я как бы не в курсе, наверное. Никто не в курсе. Ну, я как бы складываю просто рядом где-то. Разделываю мясо. В итоге вы разделываете. Остается только хвост. Сколько мяса получается? Ну, на самом деле мясо получилось порядка трех килограмм. Что-то маловато. Давай попробуем и хвост. Ты смотришь на полутораметровый хвост существа, лежащий перед тобой. Ну, он такой же цельный, как и лапы? Нет, он состоит из сегментов. Которые можно снять. Ну, они круговые и соединены. Они круговые сегменты. Ориентируйся на хвост рака. А крайний кончик, как шляпка, как конус? Ну, да. Ее можно снять? Ну, если приложить силе, силу ее, скорее всего, можно выдрать. Хорошо, я тогда хочу отрезать хвост у основания. Ты примериваешься и отрезаешь вот этот вот хвост. Он, наверное, весит не меньше 50-60 килограмм. Попутно разрезает и обнажаешь, и вытаскиваешь большое количество неприглядных кишок. Вот. Из них пахнет... Через хвост? Ну, они как бы... Ну, ты отрезаешь хвост и как бы вырываешь из тела и кишки с хвостом. Окей. Вот, запах-то тут стоит уже достаточно сильный смрад. От этого всего несет. Твои, господа, вы как относитесь к смраду? Я нормально. Очень отходительно. А? Я тоже к этому. Очень отходительно, да. К этому, я берегу, с кем-то, мне доверили. Вот. Уэйлон постепенно тоже начинает пропитываться этим запахом. Ну, я могу, допустим, отрезать все, что пахнет, оставить только хвост и отойти. Ну, это скорее туда надо запустить руку и вырвать кишки. Из хвоста? Ну, когда ты разделываешь рак и ломаешь его у хвоста, там периодически внутри остаются в хвосте куски кишков. Давно раков не ел, не помню, ну ладно. Ну, я... Хорошо, я, допустим, а сегменты какой длины? Стоп, стоп, стоп. Зачем тебе нужен тогда этот хвост, если в нем кишки? Ну, кишки не во всем же хвосте, то есть они только с краешку. Сегмент, вот первый сегмент, какой длины? Сантиметров пятнадцать. Я хочу отрезать его вот целиком. Кишки можно и отрезать, правильно? Угу. Ну, я хотел отрезать, Маппл сказал, что нужно руку запустить. Я хочу просто отрезать один сегмент. Ты его приспосабливаешь ножом, да, ты это делаешь. Во втором сегменте действительно нету ничего, там тоже предстает примерно то же самое белое мясо, что и... Ну, я, короче, беру вот этот уже, скажем так, чистый хвост и отхожу подальше, чтобы не пахнуло. Так, ты сам пахнешь дальше, дальше, дальше. Дальше, давай, Расти, рукою Маша, дальше. Вот сюда можно задеть нормально. Вот сюда, давайте. Хорошо, ты останавливаешься, ты отходишь, да. А вот, да? Булова мне больше не... Ну и смотри, как я хочу сделать. То есть у меня вот есть сегмент, точнее, хвост. Я вырезаю мясо, из которого мне доступно. Из одного сегмента снимаю этот сегмент пустой, вырезаю следующий. Ну да-да-да, проводя такое, ты получаешь еще порядка десяти килограмм мяса. Так, ну и кто это будет готовить? Кто тут спец? Кто у нас по сурвайвову с теста отпустил? Отдаю булаву и мясо. Спасибо. У меня 13 килограмм мяса, окей. Мне еще надо оружие, я оружие допилил, нет? Мы можем... Мы видели по пути. Протягиваю Райзу из своей прекрасной алхимической лаборатории мешочек с солью. Благо она у меня там есть. Спасибо. Помогите мне это донести до кудни-нибудь, где-нибудь, что пудово есть какой-нибудь огонь у нас там внутри. Мы где-нибудь видели место, подходящее для костей? Мы можем зажечь костюр где угодно, на самом деле. Может быть, вы видели даже кухню где-то по пути? Нет, кухонь нет, а вот вам приходит в голову, что вы можете сжечь регистратуру и получить достаточно пламени. А в морге крематория нет? А? В морге крематория нет? Ханаэль. Давайте кину. До морга еще дойти, надо там опять с кем-то драться, надо там... Я ни хрена не понимаю. Нет, в морге, кажется, не было крематория и вообще... Я просто говорю, что я не помню. Я не могу утверждать, был бы он или нет, я просто не помню. А факелов у нас не осталось. Кого? Факелов. А кто у нас тратил факелы, кроме... Ну, по-моему, только один факел тратили, да? У нас факелами развлекаюсь только я, у вас все осталось. А, ну замечательно, давайте в регистратуру там кассирчик соберем. Я предлагаю, точнее я пока не предлагаю, я хочу спросить у Мапла, вот здесь вот когда была стена. Вот здесь вот были окна? Были. Мы в них смотрели или там что-то было видно? Нет, не смотрели. Ладно, я предлагаю в регистратуре набрать дров и пойти куда-то вот сюда вот. Да, ты только мясо сам неси, пожалуйста, потому что, во-первых, вы отдыхали на... Да, оно пахнет, не хочу, чтобы от меня пахло. Может мы, это, тупо мясо там на этом... У нас котелок есть, методом рычага. Сейчас я вон залезу, Уэйлон под окошком стоит. Я вон залезу, скину веревочку, мясо поднимем, чтобы не лоняло. Пусть оно там постоит, пока мы идем. Мне кажется, Уэйлон сам донесет спокойность килограмма. Регистратура прям за поворотом. А я могу пролезть вот так, но... Ты понимаешь, в чем дело? Это второй этаж. Уэйлон сам донесет, но есть нюанс. Мы же все чувствительные, прекрасные, замечательные. Нам пахнет. И Уэйлон идет один. Если там сейчас что-нибудь с ним случится, и с мясом тоже... Будет грустненько. А почему все не можем пройти с ним? У тебя же тонкая душевная организация. Тебе же пахнет. Я просто дальше пойду. Я предлагаю просто методом блока поднять мясо. Нам все равно через регистратуру идти и дрова собирать. Так мы все вместе и пройдем сейчас через блок. Так вот и пошли. Вы идете через регистратуру. По ходу компании... Вы наламываете... Вы думаете, как пустить на дрова... Вы наламываете дров. Уже звучит хорошо. Да. Как наломать эти стойки на дрова? Ногами. Руками. Молча. Косой. Буловой. Не трогай нас. Выбирай бабло. Ей так досталось. Давай косой рубить. Мы можем косой рубить. Коса уже исчезла, пока вы разделывали это. Ее нельзя призвать снова. У тебя слады закончились. Замечательно. Надо отдыхать. Блин, слушай, мебель что ли ни разу не разламывали? Тем более гляв, который... Несет мясо. Я могу мясо положить. На пол грязный. Не надо на пол грязный. Может, бумажки в регистратуре их хватает. Я нахожу полку, которая не самая прям... Короче, которую я смогу нести. Беру ее. И вместе с мясом иду вот сюда вот. Хорошо. Вы устраиваетесь в комнате, где там недалеко стоит, лежит труп. Почему здесь не можно? Здесь... Здесь. Здесь? Да, здесь. Там достаточно места и вентиляции, чтобы мы не задохнулись. Нет, скорее всего... Вот у нас окно, вот у нас дверь. Дыма достаточно. Ну, если вы будете сидеть на полу, то да, вы не будете, кроме гляфа, в дыму. Я не хочу задохнуться. Ладно, хорошо. Хорошо. Ты можешь? А, мы можем, в принципе, сюда, например, вот здесь вот. Вполне. Я думаю, тут хватит места, чтобы мы ничего не спалили. А можно трупов еще оттащить, на самом деле. Да. Сейчас просто трупов оттащим. Или съесть труп. Я, короче, хотел что-то сделать, чтобы вы поискали здесь, может, какой-то там простыню или, не знаю, там, одеяло, что-нибудь чистое, на что можно положить мясо. Соответственно, пока вот эту, допустим, кровать подвинуть с трупом подальше. И вот здесь вот будет достаточно места, чтобы отдохнуть и пожарить все. Нам нужно аккуратно с дымом, потому что мы можем привлечь кого-нибудь. Ну, мы как бы тут шумели уже, и как бы лишнего никого не привлекли, поэтому если дым в эти окна пойдет, то ничего страшного. Я напомню, Зор, я напомню, что мы находимся на втором этаже. Пока это что-то будет до нас добираться, мы его услышим. И незамеченным он явно к нам не попадет. В крайнем случае, жопоглаза на него натравим. А если жопоглаз там придет? Если он голодный? Он не придет. Он может приться на запах тюрьки? Он не придет. У него одна задача – стоять и охранять. Да, насколько я помню, он должен стоять и спрашивать порой. Хорошо. Он стоит. Жопоглаза действительно будет стоять. Ну, в итоге вы разводите костер. Начинаете без достаточно проблем. Дым постепенно рассеивается, заполняя потолок. Но помещение достаточно высокое, чтобы окончательно не... Мы еще и окна открываем, могу. Да. Вот. Вы начинаете жарить мясо. Как вы его жарите? Очень-очень хорошо. Очень-очень хорошая прожарка. Максимально хорошая прожарка. В смысле, на чем вы его хотя бы жарите? Кидаете в костер? На рапире? На рапире, которую я не пользую. На этих, да, на рапире, на всех острых этих всевозможных. Я просто напоминаю, что у меня две рапиры. Одна плюс один, вторая лоховская. Вы насаживаете ее, да, и начинаете обжаривать постепенно это мясо. Это считается за большим? За что? Ну, как бы, да. Мы сейчас закончим или продолжим? Да, продолжим, наверное. Время еще не так много или как-то хватит. Ханга? Да, можем продолжить. Хорошо. Ты сам принесал? Да нет, нормально, в принципе. Пиво пойдет. Без пива я потом просто завалюсь спать и все. Вот. Вот, мы делаем большой отдых. Вы едите, потом вам надо где-то расположиться поспать. А вот. У нас есть приспособленная под эту регистратура. Да, благодаря... Споломанная. А? Ну, вы ее разгромили только что. Нет, я взял одну полку. А, хорошо. В первом случае взял одну полку, а во-вторых... Все, это я просушил. Что значит, вам нужно найти место, где можно поспать? Мы, блядь, в палате находимся. Ну, безопасно поспать. Вдруг вы не уверены. Ладно, я умолкну, что называется. Да нет, нет, я ничего не говорю. Хорошо. Вы... Мясо невкусное, но хотя бы питательное. Вы едите его, надеясь, что с утра или ночью вам не придется бегать в отведенные места, которые вы не отвели. Отвели в этом углу. Хорошо. Так вот. Вы заканчиваете отдых и, в принципе... Вы отдыхаете, вы делаете большой отдых, восстанавливаете спелл, слоты. После мяса у вас ночью бурчали животы, но вас пронесло. В каком смысле пронесло? Пронесло от того, чтобы вас пронесло. Ок. Вот, в целом, все хорошо. Дальше вы заканчиваете, и вы просыпаетесь, вы бодры. Вы завтракаете вчерашним мясом, подогревая его на разведенном костерке, и дальше ваши действия. Я очищаю простынкой свою несчастную рапиру, на которой все это мясо прекрасное жарилось, и запихиваю обратно в рюкзак. Вдруг пригодится. Хорошо. Мясо пожарится. Это во-первых. Во-вторых, я напоминаю, что котелок, собственно, никуда не делся. У меня все еще есть котелок. Ну что варить в котелке? У вас воды нету, чтобы варить что-то в котелке. Да, что вам пили, к слову? Вы ничего не пили, у вас закончилась вода. Еще на прошлом отдыхе. В следующий раз мы пожарим мясо в котелке. Где мы можем найти воду? Я предлагаю пойти к растениям и животным. Восьмой раз обратите внимание. Да, 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 нет, они все реально туда. Хорошо. Пошли. Вода нам нужна, вода там точно будет. Вы выходите и доправляетесь... Ммм... Ну, согласен. Простите, я что-то уже зеваю. Вы направляетесь вперед через... Давайте мы ханель тоже поставим. Вот это мы пока сотрем. И оранжерей у нас будет вот здесь. Коридор, который ведет к вам достаточно ветвистый и запутанный. Когда вы проходите достаточно узкое место, вы начинаете чувствовать приятный сладковатый запах, исходящий... Я на всякий случай прикрываю ебальца платком. Хорошо. Остальные что-нибудь делают? Нет? Я следую примеру нашей кошатины и закрываю нос рукавом. Я вдыхаю. Хорошо. Те, кто вдышал через платок, пожалуйста... Я, наверное, тоже прикрываюсь. Да, пройдите проверку на wisdom с преимуществом, а rise без преимущества. Одиннадцать плюс... Двадцать. Один. Вот. Двенадцать. Значит, да, все хорошо. Две кричащих возможности чувствует неимоверно знакомый запах, который тянет ее к цветку, растущему на стене. Он напоминает такие воспоминания из детства и юности. Она подходит, принюхиваясь к цветку, и в этот момент мы кидаем на инициативу. Вы находитесь вот здесь вот. Где? Вот-вот-вот, кишочка маленькая. Да, такая кишочка, прости, я не вижу ничего. Вот-вот-вот, кишка. Двадцать. А что? Что? А, инициатива, да. Ты видишь? Двенадцать, да. А, Морталис. Тоже инициатива, пожалуйста. Ага, и я инициативу. Так, Амапала, а как еще раз этот коридор идет? Откуда мы пришли? С этой стороны? Вот с этой стороны. Ага, мы пришли с этой стороны, хорошо. Сейчас, секундочку, я туплю. Морталис, Ванга. Уэйлон, Зор. Вот. Но враг застал вас врасплох, начав вживать две кричащих возможности, поэтому у него преимущество на первый ход. Цветок внезапно раздувается, схлопывается, закрывая две кричащих возможности такими большими лепестками или листьями, и она получает... На нее изливается просто какое-то большое количество сразу кислоты или таких желудочных соков, и она получает действительно 17 урона внезапно. Сколько? 17. По-моему, котю надо будет лечить. Всего еще 13 остается. На этом ход цветка заканчивается, и при ходе наступает ход двух кричащих возможностей, который начинается с проверки на виздом с преимуществом. Хорошо. Облитая кислотой две кричащих возможности приходят в себя и теряют очарование вот этим вот замечательным запахом токсинов растения и понимают, что их пытаются переварить. Ее пытаются переварить. Ну, скажи мне, пожалуйста, если я сейчас в эту вылью один из пузыречков с прекрасным ядом, это будет считаться атакой, или я потом еще его могу рапиркой потыкать? Ну, хорошо, это будет бонусным действием, да. Ну, значит, я вливаю один из своих прекрасных пузырьков и заживал на эту поебню, чтобы нехуй. Хорошо. Д4 урона, и кислота... Вот этот вот яд существа начинает впитываться. Так, Д4, да, рапирай, пожалуйста. Секундочку. Изнутри достаточно легко попасть рапирой. Ты прорезаешь небольшое окошечко. Что там, Д8? Д8. Чисто подышать вышло. Хорошо. Так. Сейчас извините, отвлекся. Ну, да. Это сколько? Три плюс один, плюс четыре, восемь урона. Ты разрезаешь этот листья и пытаешься открыть возможность, но растение все еще удерживает тебя, не очень их охотно выпуская наружу. Вот. Поэтому Ханаэль. Так. А где именно растение? Ну, вот считай, что оно у стены рядом с Морталис. Окей. Дай-ка я попробую. А если я сделаю Морталис невидимой, растение растеряется или она все продолжит ее жмякать? Нет. Я не могу от него даже сама отойти. Она как бы внутри, и ты ее не видишь панально. Подозреваю, что сейчас растение тоже не видит котика. Да. Сколько оно видимое и невидимое. Давай-ка я... Тыкну его своим кинжалом. Ты можешь, не знаю, попробовать силой... Как вариант, силой разомкнуть листья. Ну, хотя давай силой разомкну листья. Попробую, по крайней мере. И нет. Ты пытаешься отогнуть листок, но, по-моему, да, ты закрыла их еще туже теперь. Ну, все. Глеф покашливает. Хорошо. Привлекая внимание к данному действию. Да, и ход, собственно, переходит к Уэйлону. Разве? Да. Окей. Я тогда... Я вижу хоть что-то, торчащее от котика из цветка. Нет. Как нет? Котик целиком закрыт цветком. Котик прорезал себе дырку в листье, ты сам сказал. Она сверху. Тебе очень неудобно... Котик мне не поможет. Короче, я тогда пытаюсь все-таки либо раздвинуть листья и вытащить котика, либо просунуть руку как-то силой внутрь и вытащить котика. Короче, вытащить котика. Прорезать листья тебе трудновато. Не, не прорезать, а раздвинуть. Ну, давай. Как ты будешь действовать? Ну, я же вижу, типа, листья. Я просто беру и раздвигаю. Хорошо. Ты с силой начинаешь раздвигать листья, поскольку ты большой, это с преимуществом даже. А ты прикладываешь все усилия к раздвижению листьев, но листья смотрят на тебя с недоверием и вопросом, ну, и что ты тут делаешь? Вот. Никакого действенного эффекта на листье это не произвело, а ты попытался их раздвинуть, они тебе посопротивлялись, и ты понял, что сейчас тебе это не по силам. Да, я рассматриваю другую точку, куда бы приложить силу. Вот. Ты будешь двигаться? Ну, да. Вот сюда. Хорошо, ты обступаешь цветок. Райс. Как этот цветок растет еще раз? Он на стене, на таких укоренивших селянах, судя по всему. Укоренившие селяны. А можно по сервайву и как-нибудь посмотреть, конкретно на какой из этих цеплей цветок крепится? Он, скажем так, у него стебель плотно прилегает, вот основание листьев исходит из такой бульбы, которая как раз и крепится напрямую к стене. Он не висит, он скорее массивно растет на стене. Давай попробуем эту бульбу резануть косой. Ты призываешь косу. Как всегда. Надо им ей дать. Хорошо. Ну, она вот здесь. Насчет коса. Сойдет. Коса, давай. Коса косит косу. Косит растение. Я пытаюсь прям максимально добить поближе к этому. Где, я считаю, есть корень. Давай. Урон. 18 мне. Урон 8, да, по-моему? Да. Коса рассекает несколько крупных таких вот, не знаю, ну, не стеблей, а переплетений волокон, но цветок остается висеть. Давай прямо туда же. Я могу поедать к нашему тубану, вернее, к своим мечам в коротке? Да, ты пытаешься... Проблемо с этим стачем сразу. Ага. Хорошо. Хорошо. Так, у вас отказай еще раз. Угу. Одна. Ты прорезаешь... Да, ты наносишь удар, урон. Так, сколько? Шесть. Забываю постоянно шесть. Идеально. Даже у меня будут такие моменты. Так. 4, 8. Но тебе все-таки удается разорвать, направив некротическую энергию сжечь цветок, листья у основания отпадают и на волю выпускается немножечко прожженная торбакси с каким-то количеством желудочного сока растения, который выливается вам под ноги. Битва закончилась? Немножечко? Ну, немножечко, да. Апплакс? Наполовину хп просадить. Битва закончилась? Да, битва закончилась. Отлично. Давай сразу. Хорошо. Ты концентрируешь... Ты прикладываешь герунт, я так понимаю, да? Хорошо, это два... Каким? Первым или вторым уровнем? Сколько максимально первый отхилит? Д8 плюс 4. Давай маленьким, да. Хорошо, кидай Д8. 8 хп восстанавливает прикосновение райза двум кричащим возможностям. Сколько это будет, сколько? Ну, до 21. Ага, хорошо. Так. Давай еще раз. Не надо. Не надо? Не надо, не надо. Продержишься? Ну хорошо, Ланя. Я просто, во-первых, до следующего отдыха продержусь, а во-вторых, тебе заклинание еще понадобится. Я... Ну, еще раз. Стоп, 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 я еще могу сделать кьюо лунтс. Давай. Так, что это я должна сделать? 1 Д8. 3 плюс. Какой, наверное, я спел модифайр? 4. 4, да. 7 еще. Ну, нормально. Да, слегка пораженная. Надо было убивать гнома и забирать у него броню. Вот, вы понимаете, что дальше может быть опасно и будете что-то предпринимать. Хорошо, вы... Райс, вдохновленный, бежит вперед. Идет вперед. Идет вперед. Райс не бежит, он слишком... Вот, вы проходите по вот такому вот заключенному между камнями. Оно очень поросшее. Оно очень поросшее. Я так понимаю, рай с глубокой грудью вдыхает все воздух. Пожалуй, да, давай, чего уж там. Вот, ты чувствуешь переплетение ароматов разных растений, оно дурманит тебе голову, и вы выходите в достаточно обширную пещеру. Нас только сильно дурманит. Ну, ты все еще сохраняешь трезвость рассудка. Ну, тебе хорошо. Мне хорошо, отлично. Вот. Вот, вы выходите вот в такую вот каверну. Она густо покрыта буквально зеленым ковром всего. Маппл, я могу на срывайвл кинуть, проверку, чтобы посмотреть, что здесь происходит вообще перед нами? Потому что... И помолиться заодно, если можно. Райс останавливается, осматривается. Погоди, я-то осмотреться, сначала осмотреться. На 12. С чем-то, с хохмитом. Останавливается, осматривается. Вот. Видит безумно разросшуюся зелень. Понимает, что здесь что-то, вероятно, не так. И, возможно, что-то случилось или произошло. Не должна оранжерея выглядеть так агрессивно. Ну, так, скорее, буйно. Да, и помолимся давай сразу. И о чем ты просишь Бога? Отвечай, пожалуйста, на свои зонки. Он считает, что ты токсична. Ну, кинь, пожалуйста, D20. Абьюзер. Я не абьюзер, он меня проставит постоянно. Восемь. Или это восемь, да? Да. Знаешь, Богу не нравятся такие предъявы. Кто? Я ему чашу ядом наполню. Можешь наполнить, в чем проблема. Нет. Из них все еще можно пить. Что это за реакция? Я бы вот сомневался, что после того, что тебе говорили, из нее можно пить. Если я умру, то я умру. Этот токсичком высокомерен. Он не думает о том, что его что-то может убить. Хорошо. Секундочку, подождите. Вот, вы все подходите к Райзу, который ушел вперед. Так ведь? Да. И смотрите, осматриваетесь. Вы видите перед собой, ну, Уэйлен плохо видит. Остальные более или менее разросшуюся такую растительность, захватывающую территорию, оплетающую пол, потолок и все-все-все. Вопрос к тем, кто здесь обучался, узнают, что там впереди? Бывали, наверное, здесь? Ну, я даже без броска кубика тебе могу сказать, что оранжерея выглядит ненормально. В мою бытность практикам при лабораториях такого не было. Скорее, вопрос о том, что это в этой оранжерея опасное или ядовитое, или что-то экзотическое. В это время вы слышите буквально какое-то шевеление вдалеке. Перед нами? Ну, где-то вот в глубине этих вам кажется, что что-то бегает. Я кидаю туда свет, light. Вот. На сторону звука. Что, я должна там кинуть? Вы видите, что ты ничего не кидаешь, но пройди, пожалуйста, проверку на внимательность, всматриваясь вдали. Вот свет где-то здесь, да? Так, вот здесь вот достаточно крупные растения древоподобные стоят, с них свисают лианы. Так, что это у нас? Персепшн. Персепшн. Плюс пять. Ты замечаешь, что, кажется, под переплетениями лиан и деревьев бегают какие-то мелкие странные существа? Я сообщаю об этом группе, что там бегают какие-то мелкие существа, и, скорее всего, они агрессивны. А я посматриваю в поисках источника воды. Да, аналогично. Вот, вы не видите вблизи источника воды, из которого можно было бы смело отпить, но вы замечаете на дереве, что на деревьях растут какие-то достаточно крупные плоды. Можно узнать, что это за плоды, там, не знаю, как-нибудь идентифицировать их или... Ну, у тебя survival самый большой. Ну, скорее всего, для этого вам надо подойти. Что у нас сейчас... Мама, подожди. Я подхожу к Райзу вот сюда, вот встаю рядышком. Так. Я вижу вот это вот дерево прекрасное, значит, я в него выстрелю. Из лука. Надо кидать или... Ну, да, бросок... В какой еще раз? Вот, покажи, я отвлекся на секунду. Вот в это, да. Хорошо, ты стреляешь. Я поднимаю на шаг. Ну... А... Ты промахиваешься. Стрела угождает куда-то в зеленые заросли, и... И? Вы же, ты слышишь в них какое-то шебуршание, но ничего более. Я стреляю в дерево еще раз. Хорошо. В этот раз ты попаду, учитывая все поправки, ты попадаешь, но какого эффекта ты ожидаешь? Я ожидаю, что если на дереве что-то сидит, то, получив определенную вибрацию от стрелы, оно должно будет хотя бы поинтересоваться, что за хуйня. Вот. Но, судя по всему, на этом дереве никто не сидит, потому что никакой реакции не поступает, и... Значит, я спокойненько подхожу, крадусь к этому дереву. Ты крадешься сквозь густые заросли, это дается тебе достаточно, ну, это не очень удобно. Вот. Но ты проходишь. Залезаю на дерево, срываю несколько плодов и кидаю их райзу для определения... Плоды большие, на самом деле, то есть они больше твоей головы. Хорошо. Нет, нет, Голиаф, Голиаф лови, да что я-то? Хорошо, я подпиливаю их кинжалом, который у меня все еще остался. Да, 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 и несешь их. Да, да, и хорошо, вообще-то я скидываю их с дерева Голиафу. А, Голиаф подошел? Главный вопрос. Ну вот, я вижу, он подо мной стоит. Все, Голиаф готовится ловить, и, ну, допустим, он ловит их. Ну, а теперь мы слезаем с дерева. Все, хорошо, да. Идем райзу инфицировать плоды. Вы отдаете плоды райзу. Райз, смотри на плоды. Сейчас. Смотри внимательней. Секунду, как отрубить... Как отрубить? Секунду, F1 нажми. Все, все. Сматриваем. Тебе совершенно незнакомы эти плоды. Все, что ты можешь сказать, что это кожистый плод, содержащий внутри, судя по всему, возможно, мякоть. Плод имеет темно-зеленый цвет. Без особой внешней текстуры. Он кругленький, гладенький. Опять же, те, кто здесь учился, могут идентифицировать, какое растение могло так вымахать или... Я не ботаник, к сожалению. Нет, мы не сможем это идентифицировать. Понятно. Хорошо, я разрезаю один плод. Ты вонзаешь нож в плод. Нож легко проходит сквозь кожуру и открывает внутри светло-желтую мякоть с небольшими беленькими косточками, разбросанными по периферии. А Райз еще раз проходит проверку на сурвайвл. Может быть, так будет легче обновить съедобность? Можно так сделать, Марф? Ну, можно, да. Хорошо. Не, Райз вообще нихера не знает в этот плод, Сарян. Вот, Райз сомневается. С одной стороны, плод выглядит достаточно безобидно, с другой стороны, он не может быть уверен, что он не напичкан токсинами и есть его безопасно. У кого самое большое сопротивление ядов здесь? Ну, изначально, скорее всего, тот, у кого бы самая большая живучесть. У кого самая большая живучесть? Тебя. У меня? У меня? Конституцион, у кого самый большой. У нас одинаковый с собой Конституцион. Но у меня есть резистанс некоторый, к некоторому виду дамага. Как некротическому урону. И Рейдент. Да. Ладно, давай сюда, я попробую его на это. Если что, это будет достойной жертвой твоему богу. Вот именно, давай, давай сюда. Вот. Райс вырезает ножом маленький кусочек плода, пробует его. Он оказывается не очень блещущим вкусом, сладковатый, водянистый плод. Судя по всему, все остальное, ну, есть можно. Отлично, Райс падает в оморок. Наигранно. Я думаю, не отрезать ли от Райса кусочек? Я наклоняюсь с кинжалом. Конечно, как только я умираю, второе самое красивое существо пытается меня съесть. Ты делаешь все правильно. Ведь со мной ты станешь еще красивее. Ладно, ладно, можно эту хрень ее истепить, я не знаю. Давайте, вперед. Ну, насыщайтесь. Только лучше не здесь. Мне кажется, лучше отойти, потому что вот те штуки, которые в глубине, в оранжереи, они могут заходить к нам прийти. Ну, раз оно водянистое, при этом съедобное, то значит, у нас есть еда и вода. Значит, надо этим запастись. Согласна. Мапу. Да, вы не знаете, сколько оно будет портиться, и, ну, как бы вам на компанию, вот, на достаточно большой перекус хватит одного плода. Он, как бы, ну, фунтов пять весит. Ну, значит, еще штучки четыре у нас останется, да? Без того, что я отрезала здесь. Ну, да. У нас есть? А, ну, у нас фляги пустые, да? Да. Я так понимаю. Я хочу попробовать выжать один плод. Ты делаешь импровизированную соковыжималку из нескольких кусков ткани, которые вы захватили. Извините, я что-то засыпаю. Вот, ты пытаешься выжать сок, ты с силой сминаешь мякоть, и... А во что ты, во флягу выжимаешь? Ну, да. Часть сока, конечно, проливается мимо... Подожди, не-не-не, у нас котелок пустой сейчас. Да. Тогда я сначала в котелок. Вот, в котелок наполняется достаточно большим количеством жидкости. А потом выливаю аккуратно в флягу. Все довольны. Ну, у тебя есть какое-то... Она не очень вкусная, но жить можно. Пить тоже можно. Сколько фляг так можно наполнить с одного плода? С одного плода ты наполнил половину фляги. Ой, ничего себе. Может, заполним все фляги тогда? Давайте. Давайте все. Вы занимаетесь, вы посвящаете около 30 минут работе с фруктами. Дерево остается совершенно без висячих фруктов. Все время в глубине вы слышите звуки движения, и, судя по всему, за вами наблюдают из деревьев. Давайте мы сегодня на этом, если не возражаете, закончим. Всем спасибо за игру. Спасибо. Спасибо большое. Продолжим дальше.